Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Сейчас 3-4 человека придет, мы можем начинать. У меня обычно мало подписчиков смотрят. У меня в таком нехайпом шоу, да, участка? Вы мне говорили, что я получил просмотр из этого шоу и все такое. Меня хуй кто купит вот так вот за три бабы-яги в нехайпом шоу, ага. Что, да, падение какое-то, шоу-успех, да, обзор бабы-яги на чужом канале, вот так вот. Дорогие друзья, у вас уже 21 человек, я бы их попросила. Очень даже большие просмотры у моих шоу. Ну, представь, я бы говорила, шоу там все такое, ты же ведущая, что. Я жду пока аудитория моя... А, как вы это не начали, да? Ну, по сути, нет. Я могу пока еще на сту поговорить. Итак, дорогие друзья, мы сегодня нашли... Томинатель, да? ...ностальгические... ...ностальгические конфеты бабы-яга. Я не стала брать апельсиновую, потому что она невкусная. Вот, и сегодня у нас... Сегодня также был найден один, уан, человек, который не пробовал эти конфеты. Я таких людей еще не встречала, поэтому Саша все-таки вернулась домой. Думали, я все... Больше не вернулась. Итак... Ты сори. Итак, мы нашли, значит, человека, который не ел конфеты бабы-яга в детстве. И он сегодня будет... И он сегодня будет пробовать эти замечательные тянучки. Поскольку мне удалили зуб мудрости, я сама их попробовать не могу. Поэтому у меня есть эксперт. Я отражаюсь. Привет, друзья. Итак, даем слово эксперту. Здравствуйте. Ну вот, первым делом хочу обратить ваше внимание, что вся баба-яга лежит в виде такого пасьянса. И вполне можем вот вам, например, сказать какие-то определенные вещи относительно моего будущего по расположению этих конфеток. Вот в ближайшее время меня ждут какие-то клубничные будни. После этого моя жизнь будет напоминать ароматное яблоко. А на закате уже, можно сказать, да, в моих дни меня ожидает клубничная жевалка колючая. Такое будущее меня ожидает в расположении. Так что, и мы будем сегодня оценивать эти конфеты по главным критериям, да, по тянучести, по колючести и по вкусноте. Вот эти три критерии, которые нам помогут определить, какая же жевалка все-таки лучше. Давайте вот возьмем первую жевалку, это жевалка баба-яга, жевалка колючая. Там мне пишет, Полин, верните обзоры на сырки. Почему не сырки? У меня сегодня день такой. Нет, Слава делала обзоры на сырки. Итак, самое важное. Склад, ну вот тут не написано состав, тут написано склад. Почему-то, я не знаю, дать внимание, они описывают просто то, что у них есть на складе. Зачем у них информация, когда я собираю в урок, если не совсем понятно. Но давайте посмотрим, что у них на складе есть. А на складе у них имеется паток, ацукор, вода, питна, маргарин. Маргарин? Маргарин. Маргарин. Российская, рослиний, рафинованный, дезодорелеванный, вода, питна. Потом, тут у нас еще имеется натуральный ароматизатор, масло в Лирчкове, масло в кокао, эмульгаторы всякие, в советии, вицетин, желатин, цукроза, регуляторы кислотности, вода, питна. Опять же, блядь. Это философ. Так много раз воду указываю. У меня тут очень много хороших питом. Числота, бараник. О, бараник, дожди, да? Бараник или бараник? А, нет, даже бараник, а не бараник, а не бараник. Черная морковь немного, ароматизатор натуральный, полунция. И... Если полунция, то надо пробовать. Самое главное, это у нас консервант. Конечно, стоит отметить, что, видимо, не знаю, в кармане, может быть, не слива. Потому что я пытался открыть, и сама тянучка, собственно, порвалась. Если тянучка рвется, то это ничего хорошего. Поэтому за тянучесть... Вот Полина съела сегодня три, и у нее ни одна не порвалась. За тянучесть сразу ставлю два балла из пяти. Ты еще не тянул! Ты еще... Я тебя сейчас уволю! Если я в четвертом нанюю меня, тянучка не должна рваться, когда упаковочка открывается. Открываем. Не полунция, а полуница. И что ты скажешь про тянучесть теперь? Ну, стоит балл тянучести добавить, конечно. Не достаточно жесткая тянучесть, но достаточно приятная, когда вот налипает... Ты что, дядю Степу ешь, чтобы жестко тебе было? Это баба-яга. Так, ну, совершенно не колючий вкус, вообще никаких колючек. Не знаю, почему, но в ковке указано, что жевалка колючая, колючесть изроблена ноль. Абсолютно не колючая конфета. Сейчас уголка рта свисает кусочек. Конфета совсем не колючая. Конфета совсем не колючая. Господи, Ирод. Вообще не понимает, как употреблять. Надо с упаковкой жевать, тогда колючее, пишут ребята. Мне вот такие шутки очень нравятся. Чтобы наблюдать вот эти вот козюли симпатичные. Чтобы наблюдать вот эту симпатичную козюлю. Иначе визуального удовольствия не получится к выведению тянутых шипучек. Хотелось бы убить тебя. Что не так-то? Опять абьюз. Попробуем яблочную шипучку. Ладно. На вкус клубничный поставим три из пяти. У тебя не было детства. Довольно стандартная клубничная шипучка-тянутка. Абсолютно не колючая. Эту тянутку открутить мне оказывается сложнее. Так, ну вот эта вот шипучка-тянутка, она не порвалась. Хотя вот, да, уже достаточно мягенькая и прилипает к упаковке. Я несла ее... Хранить надо в холодном месте, желательно. Я несла ее на пузике. Где? На пузике. Ну, вот тут в карманчике. Ну ладно. Там тепло было. Это теплота моей любви. Давайте посмотрим. Ртом! Ну прошу тебя, хватит! Ну блин, ну про... Во рту тебя потянут. Во рту надо оттягивать, как бы кусать и тянуть. Ну господи! Ну пожалуйста, просто кусни и потяни. Я тебя умоляю. Я по-человечески тебя прошу. Живу крупного жвачного животного. Тянем немного. Довольно приятно тянется. Слава, кусай! Кусай! Полин, я не могу. Может ты... Я даже смотреть на это. Это просто какая-то пытка. Что ты делаешь? Я даже могу использовать вместо подвязки такую тянучку. Это и стильно, и в теплую погоду. Вот, может оказаться приятным сюрпризом для бойфренда. Откуси кусок от следующей, ты прошу, по-человечески съешь ее. Какую-то зеленую яблышку такая. Колючести по-прежнему 0 баллов. Абсолютно не колючее блюдо. И вкусовые качества мне понравились больше, нежели вот это вот. А, точно, она уже любит кислятину всякую. Живанки колючие. Нету, что будет. Постояню ей 4 балла. Достаточно вкусная конфета. Вот так вот ты просто рушишь мое детство. Мелочно эту бабу-ягу собираешь 3 месяца, чтобы этот человек просто теплыми руками ее туда-сюда раз... В общем, я больше этого эксперта в своем шоу не позову. Так вот, ребята, более честных экспертов можете не ждать. Ушел. Но есть еще одна у нас тянучка. Это такая вот жалкая баба-яга. Ой, жалкая баба-яга. Ты нарываешься, по-моему. Давайте попробуем ее. Чем этот вкус превзойдет 2... Дай я открою просто дай нее. Просто на, вот, подержи, там, пообщайся со своими поклонниками, там, что-нибудь расскажи им про свою, там, песню. Где там сегодня песня вышла? Клип там. Давай, порассказывай людям про свои достижения пока. Я тебе нормально дам тянучку. Вот так вот ее открывают нормальные люди. Она не рвется абсолютно, никаким образом она не рвется. А теперь ее надо куснуть. Я тебя прошу, пожалуйста. Дай сюда тянучку. Пожалуйста, укуси. Дай тянучку сюда. Я не могу. Я не могу. Это человек опасен для общества. Убери. Убери. Он притворяется обзорщиком, приглашает вас на свои шоу. Потом кормит вас тянучкой. Просто свинькой. Два саня. Ну, пожалуйста, мне просто после каруселя немножко плохо. Не надо меня снимать. Просто укуси тянучку. Не смей. О, боже.